Ай Кира Маша, так как ты моя самая любимая подружка, игрушка, то я хочу рассказать тебе небольшую сказку про зайку. Слушай внимательно, Маш. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-пап. Ой-ой-ой. Привет, Катя. Извини, пожалуйста, что помешало тебе играть с куколкой. Мне Макс срочно нужен, он трубку не берет. Мы с ним договаривались встретиться. Привет, Бритни. Да ладно, ничего страшного. Я всегда успею поиграть. А Макс, я не знаю, он куда-то убежал. Телефон его дома. Эх, какая же досада. А мы с ним договаривались пойти в лоу-парк. Ну, прогуляться там, пообщаться немножко. Бритни, ну ты на Макса не обижайся. Он у нас безответственный парень. Он обещает всем какие-то, знаешь, прогулки, игры. А потом забудет про это. Но ты не переживай. Как он придет, я ему устрою. Да ладно, Катя. Ничего не стоит Максу говорить. Я потом сама с ним разберусь. Ладно, продолжай играть. Я пошла. Может быть, где-нибудь на улице его встречу. Пока, Кать. Хорошо. Пока, Бритни. Маша, давай-ка мы с тобой потом доиграем. Мне нужно бы найти Макса. Ты пока полежи на моей кроватке, а я позже с тобой поиграю. Надо бы хорошенько подумать, куда мог отправиться Макс. На футбол? Но вряд ли. Сегодня он говорил, что отдыхает. Где-то с Бруно, может быть, играет. Или с Владом. А может быть, с Ромой и Валерой. А может быть, со всеми вместе сразу. Катя, привет. А ты не видела случайно Макса? Привет, Николь. Рассказывай, тебе Макс тоже что-то пообещал и не выполнил свое обещание? Я у Макса просила, чтобы он меня научил играть в футбол, забивать голы. И мы с ним договорились встретиться. Николь, мне очень жаль, но Макса нет дома. Он куда-то убежал, никому не сказал. И его также и Бритни искала, но мы не знаем, где он. Нужно будет дождаться, когда он вернется. Потом уже будете разбираться. Как же жаль. А я уже настроилась, что сегодня практически научусь играть в футбол, забивать голы. Я пойду, Катя. Пока. Еще увидимся. Хорошо. Пока, Николь. Так, так, так. Нужно бы срочно что-то делать с Максом. Он совсем от рук отбился. Катя, привет. Привет, Зайка. Макса дома нет. Если что, я не знаю, где он. Катя, а зачем мне Макс? Я же к тебе в гости пришла. Ты будешь играть? Зайка, я очень рада, что ты ко мне пришла. А то все приходят только к Максу. Да что ты? Нет, я не к Максу. Я хочу с тобой поиграть. Может быть, в куколки. Или сходить в лоу-парк. На детской площадке покачаться, покататься. Зайка, дело в том, что я тоже очень срочно ищу Макса. Он понаобещал девочкам всякое. То прогулки, то тренировки. А сам слинял куда-то. Ты его не видела по пути, когда шла ко мне? Нет, я не видела Макса. Ну да ладно. Пойдем тогда поиграем с тобой в куколки. Да конечно, пойдем. Привет, я Маша. А как тебя зовут? Привет, Маша. А меня зовут Таня. Девчонки, привет. А меня зовут Макс. Я тут кое-что принес интересное. Макс, Макс, где ты был? Тебя здесь все девочки ищут. А зачем меня искать-то? Я зачем? Всем пригодился так срочно, а, Кать? А потому что ты, как всегда, понаобещал то прогулки, то тренировки. И сам ничего не выполняешь. Ну да, помню такое. Ну только же, не на этой неделе я обещал, а на следующей. И обязательно выполню свое обещание. Как? Значит, прогулки Бритни и тренировка по футболу, Николь, ты обещал на следующие выходные, не на эти? Ну конечно же, Кать. Я же ясно им сказал, что на этих выгодных буду занят, а на следующие свободен. Вот тогда и выполню все, что пообещал. Ну, девчонки дают. А я здесь злая на тебя. Думаю, подводишь ты девочек. А ты, оказывается, вон какой хороший у меня братик. Нужно бы им позвонить и все объяснить, что они не так поняли тебя. Ну, хорошо, Кать, без проблем. Сейчас позвоню им. Напишу им лучше сообщение. Привет, Николь. Ты все перепутала. Будем с тобой тренироваться на следующих выходных. Приходи к нам в гости. Привет, Бритни. О прогулке мы договорились на следующих выходных. Приходи к нам в гости. Ну все, Кать, написал девочкам. Они уже и прочитали. Сейчас в гости к нам придут. Макс. А, Макс, а что это за штуковина такая? Что там внутри интересного? О, Кать, это настоящая сказка. Там антистресс. Я специально его приобрел. Поменялся на один из мячиков со своим другом. Ого, какие жертвы. Наверняка он того стоит. Да, конечно же. Сейчас девчонки придут. Будем все вместе стресс снимать. Да только откуда эти стрессы доберутся у детей-то? Зойка? Да как это откуда? А учеба? Чего только стоит учеба одна? Такой стресс. Точно, точно, Макс. Особенно, когда училка злюка. Да ладно вам. Злых учителей не бывает. Бывают очень вредные ученики, которые не хотят учиться. Если все выполнять, то никаких злых училок не будет. Ага, как же. Вспомни. Преподавателя по английскому языку. Там хоть что делай, хоть что не делай. Она все равно вечно недовольная. Да нет же. Это просто она такая очень громкоговорливая. На самом деле она хорошая. Привет, друзья. Вы чего здесь спорите? Привет, Сфинка Пепа. Давай присоединяйся к нам. Мы сейчас будем стресс снимать. А это что у тебя? Какая-то мышь. Это не просто мышь. Это крыска Лариска. Как раз мы с Зоей в куколки играли. Вот, все вместе тогда пойдемте поиграем. Нет, нет. Еще раз нет, Катя. Мы же будем жмякалку играть все вместе. Как только друзей дождемся и приступим сразу. А мы уже тут. Макс, извини нас, пожалуйста, что мы тут на тебя наговорили. Мы сами немножечко все перепутали. Да ладно, девчонки. Бывает, ничего страшного. Пойдемте в жмякалку играть. А это гораздо интереснее занятие, чем играть в куклы. Подпишись и лайк поставь на колокольчик и нажми.